Дом путешественник, так можно назвать двухэтажное здание, на улице Чкалов, поселение Ашукино. По словам жителей, прежде чем оказаться здесь, он стоял в городе Калининграде. Потом его целиком перевезли сюда. До появления в Ашукино дом имел три подъезда. Сейчас же осталось только два. По информации в администрации нет. Дом введен в эксплуатацию в 1966 году. Соответственно, действительно, износ физически по многим конструктивным элементам составляет порядка от 45 до 50-60%. В 2014-2015 годах дом номер один на улице Чкалова-Вашукино был внесен в программу капитального ремонта. Однако только в июне 2017-го подрядная организация приступила к работам. При вскрытии было обнаружено, что нижние венцы дома были в плачевном состоянии. Нами по периметру дома были заменены венцы на брус. Было сделано переопирание дома на столбы фундаментные. Впоследствии по всему периметру был залит ленточный фундамент, армированный с усилением, и сделана отмостка. По словам подрядчика, благодаря сделанной гидроизоляции и остальной работе ничего больше гнить не должно, и фундамент простоит достаточно долго. Однако жители продолжают опасаться за стояние дома. Из-за того, что сгнили бревна, то есть дом деревянный, делался ремонт уже более 11 лет, то есть там просто все гнилые бревна, и мы обратились в администрацию, для того, чтобы они провели экспертизу. Но с собрания у нас прошло месяц. Ребята как делали, так и делают ремонт. Сейчас закрыли они эти полностью гнилые бревна, но под домом они остались. И мы боимся, что дом может рухнуть. Татьяна Шиховцова живет в этом доме только год, однако квартира в собственности находится более 15 лет. По словам самой хозяйки, внутри сыра, холодно, да и страшно. Дом со временем сильно просел, а вход, имевший раньше три ступеньки, теперь поравнялся с землей. На сегодняшний день, несмотря на то, что подрядчиком уже проводятся работы по капитальному ремонту, часть жильцов вместе с Татьяной настаивают на проведении экспертизы, согласно которой станет ясно, пригоден ли вообще дом к проживанию. Межведомственная комиссия будет созвана по информации от администрации в ближайшие дни, в начале июля. Со стороны фонда в адрес подрядчика сейчас поступит соответствующие указания приостановить работы, для того, чтобы дождаться решения межведомственной комиссии. Если дом будет признан аварийным, то в таком случае с подрядчиком будут произведены взаиморасчеты по текущему состоянию, и на этом работа прекращена. Дом номер 4 на улице Шоссейная также в 2017 году попал в программу капитального ремонта. Однако, в отличие от Ашукинского, здесь еще ничего не начинали делать вовсе. Из-за несоответствий в поданных документах об объемах работы, подрядчик, выигравший конкурс по этому дому, просто не вышел на объект. Подрядчик, выйдя на объект, обнаружил, что объемы заявленные, и объемы фактически не соответствуют действительности. Выполнять работы себе в убыток организация не стала. В настоящий момент фондом капитального ремонта подготовлены документы на расстаряжение договора, в связи с тем, что подрядчик не выполнил и не собирается выполнять работы. К подрядчику, в свою очередь, в соответствии с условиями договора, будут применены штрафные санкции. В ближайшее время фондом капитального ремонта будет производиться корректировка объемов работы по инженерным сетям этого дома, после чего все данные согласуют с управляющей компанией, администрацией Зеленоградского и со старшим по дому. Будет новая проектно-сметная документация и подрядчик, который будет отыгран на новом конкурсе. Объявление конкурса планируется в первой половине июля, следовательно, подведение итогов на середину августа. Новый подрядчик сможет приступить к выполнению работ и в этом году выполнить работы. Дом номер один на улице Чекалова-Вашукна и номер четыре на улице Шоссейна в Зеленоградском являются двумя адресами, в которых контроль за проведением капитального ремонта взяла на себя депутат Московской областной думы Ирина Слуцкая. 29 июня она приехала в Пушкинский район, чтобы подробно ознакомиться с проблемой прямо на месте. На эти адреса поступало достаточно много запросов, и мы приехали посмотреть, как проходит программа капитального ремонта, какие есть проблемы, с чем мы сталкиваемся. Одна из тем, которую председатель Московской областной думы поставил как приоритетную, безусловно, и я действительно считаю, что эта тема приоритетная, будем ездить, смотреть, как проходит капитальный ремонт в тех домах, которые вошли в программу. После проведения экспертизы, если дом на улице Чкалова-Вашукина не признают аварийным, то подрядчику останется провести работы по ремонту кровли и фасада, а жители на улице Шоссейный-4 в поселении Зеленоградский будут ждать только появления новой организации, которая возьмется за их инженерные сети.